Ой-ой-ой, я выгнал всех детей, животных, людей из соседней комнаты, чтобы они не мешали И сегодня, а да, это Максим, сегодня поговорим Про что? Про 4-часовую рабочую неделю Тима Ферриса Это замечательная книжка, которую я на самом деле люблю и считаю, что я должен прочитать Каждый человек, ну например, у меня есть замечательные рекомендации, что нужно брать персонального ассистента Как это делегировать, я на 100% считаю, что когда вы начинаете какой-то проект, нужно брать ассистента И там есть здравые вещи, но там есть несколько вещей, с которыми я категорически не согласен И сегодня будет разнос книги Тима Ферриса, 4-часовая рабочая неделя, погнали В книге есть такая рекомендация, которая популярна также у многих бизнес-тренеров Это Always Charge Premium, что означает, всегда назначайте высокую цену и работайте всегда в премиальном сегменте Возможно, автор не слышал про эластичность спроса Это когда большинство потребителей готовы покупать продукт с цены такой-то по такую-то И дальше, если вы делаете цену ниже, то либо продукт меньше покупает, так тоже бывает Либо вы просто теряете большую часть выручки и прибыли Либо когда вы слишком завышаете цену, то спрос сразу резко обваливается И поэтому вам нужен вот этот диапазон, в который можете играть Это называется концепцией эластичность спроса А еще вы не замечали, что одни из самых богатых ритейлеров, например Это сети, которые продают дешевые товары Все вот эти дискаунтеры Почему они не работают с высоким сегментом аудитории? Наверное, потому что им выгоднее работать с низкими чеками При этом, если у вас есть рабочая система, не обязательно вы малый бизнес Или вы просто свои услуги продаете, или продукты, или вы огромная сеть Если у вас есть система, то вы через эту систему можете скейлить бизнес То есть масштабировать его И вам не обязательно нужны большие чеки Мы как-то года 4 назад наслушались кого-то из бизнес-тренеров Прекратите аплодировать, вам за это не платят Подняли стоимость одного из наших продуктов на тот момент где-то процентов на 80 Практически в два раза И что вы думаете? Мы запустили трафик, то есть закупили рекламу И мы резко обвалились по выручке Потому что мы вышли из этого диапазона, за который люди готовы покупать продукт При этом я знаю как минимум два случая, когда сначала, когда вы запускаете новый продукт, оправданно делать высокие чеки Один это Аксель, акселератор бизнес-школ Они когда запустились, по-моему это был где-то 16-17 год Они сразу сделали очень высокий чек То есть они продавали курсы по созданию онлайн-школ Там от где-то 500-600 тысяч рублей, там миллион и больше И они таким образом сняли сливки с рынка Точно так же, кстати, делал и трансформатор с бизнес-клубом 500 Который до этого назывался Клуб Трансформатор Они запустились и сняли сначала сливки с ребят, которые могли платить миллион, два миллиона рублей Обязательно нужно иметь доход от миллиона рублей в месяц Потом эти ребята закончились Если вы сейчас посмотрите на стратегию Клуба 500, то они сильно снизили чеки Тот рынок, который был готов сначала Это несколько сотен людей, там пару тысяч людей, которые были готовы покупать за большие чеки С ними поработали и дальше переключились на следующий сегмент Еще один пример Была такая выставка, называлась Affordable Art Fair То есть доступное искусство в каждый дом Но они когда где-то 4-5 лет назад запустились Это лондонская компания, значит, они делали такие выставки по всему миру с искусством Они ездили в Сингапур, в Нью-Йорк и продавали там картины И сначала, когда они приехали в Сингапур, вот только они запустились Они продавали картины за тысячи и десятки тысяч долларов Они сняли сливки с рынка То есть было несколько сот или тысяч людей, которые готовы были покупать за такие деньги Они купили, на следующий год, когда они приехали, они уже дропнули чеки и продавали дешевле И третий или четвертый год, перед тем, как они схлопнулись, они уже продавали за масс-маркет за сотни долларов Понимаете, в чем прикол? Поэтому в некоторых случаях оправданно снять сливки с рынка и потом понизить цены Но во многих случаях вам нужно смотреть на спрос слэш-предложение Допустим, вы фотограф и вы продаете свои услуги за 5000 рублей за фотосессию И как только вы чувствуете, что у вас очень-очень много клиентов и вы не справляетесь Допустим, вы на обработку фотографии тратите там все свое время свободное То вы можете поднять стоимость услуг, допустим, на 20% И посмотреть в течение месяца-двух, что со спросом произошло И потом либо откатить цены назад, либо, окей, вы довольны и загрузкой, и довольны ценой Все, продолжайте так действовать несколько месяцев Потом опять можете подумать про повышение цен Поэтому всегда только продавать за высокий чек – это неправильный вредный совет Извините, Феррис Что нам дальше говорит книга «Четырехчасовая рабочая неделя» Что в переводе означает «Определись со своими целями и прочитай, что тебе будет стоить до этих целей достичь» Какая здесь принципиальная ошибка? Невероятно сложно определиться своими целями Это сложно и это непонятно И на самом деле, знал бы прикуп, жил бы в Сочи Если бы я знал свои цели, если бы я знал, что меня на самом деле будет увлекать, что у меня будет получаться За что мне будут платить деньги То я бы уже давно начал этой штукой заниматься И гораздо больше бы времени к этому моменту наработал И гораздо больше бы денег зарабатывал У меня бы гораздо было больше опыта Понимаете, в чем фишка? Но это и есть большая-большая сложность – определить свои цели Цели не определяются просто, сев и написав их на бумаге И подумав, ага, что у меня будет или что я хочу Но так не получается в реальной жизни Определение целей – это такой постоянный сложный процесс раздумий, сомнений, терзаний, изменения целей Разговоров с разными людьми, пробования чего-то нового и потом опять изменения своих целей В этом и есть основная сложность Примерное видение можно обозначить Да, тут вопросов нет То есть вот на том этапе развития и знаний, которые у меня есть сейчас Я могу примерно подумать, окей, в какую мне сторону двигаться Да, но невозможно определить точно цель И уж невозможно точно определить цену этих целей То есть чего это вам будет стоить В большинстве случаев, когда вы двигаетесь по этой дороге к своим целям То вы не знаете, что придется потерять Что вам придется оставить в стороне С какими людьми вам придется попрощаться Вы этого не знаете Это происходит уже в процессе, в дороге Тим Феррис, прости, но я с тобой здесь не согласен Определение своих целей – это постоянный процесс Который просто ты должен с этим жить Ты должен раз в год или раз в квартал возвращаться к целям И постоянно думать о том, куда ты хочешь двигаться И что тебе это будет стоить Следующее утверждение Тима Феррис Давайте я его прочитаю Это длинная фраза на английском Что это значит? Фокусируйся на 20% вещей, которые тебе приносят 80% результата А не наоборот Окей, окей, окей Опять же, звучит прекрасно в теории Но здесь такая же сложность, как и в прошлом пункте Ты не знаешь, какие 20% тебе принесут результат И знаешь, особенно почему ты не знаешь? Потому что ты не перелопатил те другие 80% Тебе нужно попробовать разные вещи и потом понять Окей, это работает, это не работает Когда у тебя уже много лет за спиной в какой-то одной деятельности Да, конечно, ты можешь вот так сказать Окей, ребята, команда Фокусируемся на этих 20% Ну потому что ты уже понимаешь У тебя есть знания, у тебя есть God feel То есть у тебя есть такая чуйка По которой ты понимаешь Да, ну вот это, скорее всего, будет работать А вот это, скорее всего, нет, не будет работать Да и то, ты не всегда это понимаешь Поэтому я полностью согласен Фокусироваться надо на небольшом количестве вещей Не надо работать, работу ради работы Но в этом и есть сложность Особенно если вы только стартуете какую-то новую тему Вы не знаете, что именно за 20% You should escape the office То есть тебе надо перестать работать на дядю Вот мне, например, нравилось работать в офисе Там были вообще свои приколы Там был другой масштаб деятельности Там были другие бюджеты, другие деньги Работа с другими брендами Ну, это прикольно бывает Тупо говорить просто, не работай на дядю Надо выбрать просто правильного дядю, на которого работают Если вы посмотрите людей такого высокого уровня Ну вот даже там в российском бизнесе То эти люди совмещают в себе И функции владельца бизнеса И функции управленцев В одной или нескольких компаниях И функции совета директоров И они могут также работать в правительстве На какой-то должности, допустим, советника, министра и так далее То есть они совмещают и должности, в которых у них есть начальник И там, где они сами руководители Поэтому это очень однобокая и узколобая такая фраза Типа перестань работать на дядю Да камон, если бы вам завтра сказали Что вы можете поработать правой рукой Элона Маска А вы сейчас владелец ларька В котором у вас три продавца работают Вам было бы интересно? У вас был бы начальник, дядя Был бы Элон Маск, на который нельзя на дядю работать Нельзя! Только свой бизнес Перестаньте слушать вот такие однобокие высказывания Мир гораздо более разнообразный Чем просто деление на работу на дядю Или работу на себя Я работаю на своих клиентов Они в какой-то степени тоже мои руководители Оскар Хартман и Олег Ников говорят, что топ-менеджеры Это те же предприниматели Только с немного другим распределением риска И возврата инвестиций Например, у меня в команде есть двое ребят У которых есть так же, как у меня, процент от прибыли И они занимаются так же развитием компании Формулированием стратегии Развитием продуктов То есть они, по сути, тоже предприниматели Только, ну, немного на другом уровне Есть у них начальник дядя? Ну, есть, да Это плохо? Ну, не знаю, мне кажется, нет Think about it Еще Тим Феррис говорит, что не нужно читать новости Окей В целом тоже да Но я как бы согласен, что не нужно себя перегружать лишней информацией Надо фильтровать контент, который поступает тебе в голову Но нельзя просто так перестать Все, я перестал читать новости Мне ничего не беспокоит То, что выходит за зону моего влияния Поэтому я ничего не буду знать и думать про политику Про какие-то социальные изменения Про проблему климата Я просто закрываю глаза и фокусируюсь только на своем бизнесе На своей работе Если вы так делаете, то, во-первых, вам важно не потерять связь с реальностью Когда вы только в своей такой скорлупе уютной сидите И все, я в домике Меня больше ничего не интересует Во-вторых, очень важно быть в повестке дня Если ты генерируешь контент На ютубе, в инстаграме, в тиктоке Ну, ты должен понимать, что происходит вообще вокруг Что происходит в мире О чем люди сейчас говорят На какую тему сейчас пишут СМИ Ну и вообще для социальных взаимодействий полезно быть в курсе того, что происходит Вы встречаетесь с кем-то и вы можете поговорить сначала о происходящем О том, что сейчас происходит в вашей стране Или в мире Или в вашем городе И потом уже можете перейти к каким-то темам, касающиеся конкретно вас Но иногда, особенно когда люди малознакомые Как гораздо проще поговорить про какой-то контекст общий Который вы черпаете из новостей Опять же, здесь не все так белое и черное Я либо читаю все новости Либо я просто перестал читать И никогда не прочту ни одной новости больше Короче, ребят, мой вам совет Если вы его хотите Фильтруйте всю информацию, которая вам поступает И не верьте никому Ни Тиму Ферресу, ни даже мне Думайте своей головой А вообще Тим Феррес крутой чувак У него подкаст очень полезный есть С крутыми людьми Можете загуглить Тим Феррес молодец Ну и вы тоже будьте молодцом И да, не забудьте поставить лайк этому видео И напишите в комментариях Какую еще книжку мне разнести в следующий раз Все, пока С вами был Максим Чернов Увидимся